всем хайку друзья с вами как всегда и дезертир и мы начинаем новую рубрику аля первый взгляд собственно будет ли вам интересно прохождение если эта игра допустим наберет там мы не знаю хотя бы там лайков 30 я может быть продолжу если нет то наверное нет то судить надо по времени но постараюсь это сделать ближайшее время как только она наберет необходимое количество ладненько что я хочу сказать в общем то эта игра является хоррором поэтому смотрите лучше ночью если вы вдруг начали смотреть не ночью ну это дело кэш ваша но я думаю бояться вместе ночью веселее я не знаю что от нее ждать и это первый взгляд первое включение я вообще не запускал не тестировал ничего с ней сделал даже настройки не менял все все как есть так и оно и осталось ладно поехали попробуем вас дальнейший материал будьте внимательным войдет итоговые экзамены выказаны периоды от местных военачальников и так затем президент начал северный поход который короче это школьные суда и занятия глядите инструктор бай мисс инь можно вас на пару слов хорошо класс сделаем небольшой перерыв так мисс инь вы когда нибудь видели этот список и видимо мы являемся вот этим замечательным школьником я уснул что куда все подевались как так вышло что тут никого нет черт штурмовое предупреждение в это время года не должно быть тайфунов что произошло и теперь у нас видимо есть возможность ходить добавлен журнал куда ушла мисс инь чтобы не заставил кто бы не составил эту записку он явно волновался за мисс инь в последнее время мисс инь часто берет больничный это странно и не говори теперь терпеть не могу тех кого присылает ей на замену на самом деле у гимна нашей школы вполне приличная мелодия а вот текст воспринимается лишь как патриотическая повестка школьные правила и лозунг первым делом на заставляет выучить школьные девизы правила будь честен будь храбр будь верен будь скромен эти постулаты которые придумал наш директор министр шейн не вдалбливают в наши головы чтобы навязать моральные ценности положу ее в свой блокнот теперь у нас есть записка вот можем смотреть это информационный стенд каникулы единственное с чем я слежу на календаре отмечены опросы промежуточные и заключительные экзамены от всего этого у меня голова раскалывается чем-то мне кстати это напоминает и одну игрушку которую вы видели не так давно нарушить темнеет мне нужно идти домой ну видимо да видим эти 10 пора уже домой и я думаю что вы знаете какую именно игру мне это напоминает это мое место стулья не шибко удобные на их ним уже привык ну что поделаешь давайте перед тем как выйдем отсюда почитаем что же здесь написано штурмовое предупреждение вроде пока шла история погода была замечательной да наш персонаж уже начинает двигаться быстрее дверь заперта мы решил пойти налево я не знаю подоконники ложит лежит клочок бумаги добавлено журнал набросок набросок короче старого дерева старый набросок баняна из школьного двора под деревом виден чей-то силуэт она прочитана дверь заперта нет я пока не хочу спускаться можем перейти на следующий вид что-то есть это расписание занятий нашего класса неужели я поспал все последние занятия видимо да бен здесь стрит наш класс как же я мог так долго поспать ну видимо ты это мог сделать женский туалет нет да не положено ну все равно никого сейчас нет почему бы нет и не хочу в туалет а вдруг вдруг ты хочешь на самом деле в туалет просто еще об этом не знаешь ладно давайте попробуем пройти в центр выход находится в другой стороне хорошо ну поле мы должны идти вниз пойдем вниз мы же хотим идти на улицу правильно я понимаю табличка кабинет директора мен директор закрыт ну что суп не особо удивительно на самом деле из-за что тут росло но все цветы погибли а вот здесь пример не все ума с нарциссами лишь один из них цепляется за жизнь что-то торчит из земли выкопать видимо да вторая фотография не могу понять что изображено на ней но тут есть цитата корни растущие под землей не получают благодарности за питание растущих над землей плодов ладно те нарциссы кроме одного погибли хорошо он нет они опустили дверь это единственный путь к центральному выходу я должен найти способ открыть эту дверь думаю это пульт управления подъемной дверью открыть да это механическая лебедка на крыше есть инструкция думаю мне нужен проход подходящий рычаг видимо да ладно зайдем в какой-то класс или что это блин такое ощущение что может как это печально выглядит очень предмет рычаг замечательно этот комбинезон весь в грязи запах просто кошмарный ощущение что на самом деле не в грязи чем-то типа крови керосиновый обогреватель мы собирались вокруг него и весело проводили время собственно еще прошлой зимой гадость никогда бы его не надел так ну вроде бы я понимаю здесь больше ничего нет но на самом деле комбинезон выглядит вовсе не грязным скорее кровавым блин говорят иногда там спит мистер гао чего заперто не думаешь там есть не успел прочитать поставите на полу хотя бы прочитать публичное объявление свете нашей войны с материковым китаем инструктор бай просит сообщать обо всех ничтниках симпатизирующих коммунистам или подающим признаки измены для информаторов предусмотрены нещедрые награды короче лозунги и пропаганда я понял суть результат школьных литературных конкурсов их проводят только ради пропаганды патриотизма и восхваления президента ну кто-то же это должен делать так давайте пойдем на крышу выход находится другой стороне в смысле выход находится другой стороне ты мне сам сказал что на крыше есть инструкция а на крышке есть инструкцию все я ой я допер я допер я лоханулся ну ладно это другой стране ну да логично на крышке есть инструкция не на крыше почему-то я подумал что на крыше не так прочитал ну да извиняюсь крыша тут ни при чем крыша тут ни при чем механизм лебедка на крышке на есть инструкция я думаю что мне нужен подходящий рычаг перетащить объект из инвентаря чтобы взаимодействие с окружением ну да пока нас учатся это делать и пока вроде ничего сильно страшного мы не наблюдаем хотя игра позиционирует себя как хоррор впрочем впрочем возможно я не прав и хоррор самом деле будет хоррором но пока я чё-то этого не замечаю ладно мы продолжаем наше путешествие мы должны добежать домой видимо и пока им не лично не не очень страшно сейчас путь домой через актовый зал войти нет а не войти есть возможность куда-то в другое место эти объявления а ну я понял давайте как будто у нас есть особо какой-то выбор собственно говоря я так полагаю что это наша учительница давайте даже зайдем привет просыпаетесь тебе не следует здесь находиться нет видимо это одна из студентов или точнее учениц школы где я в актовом зале ты спала на сцене что занятие отменили из-за тайфуна тайфуна ты первая кого я встретил по пути из моего класса странно как я тут нам нужно идти уже темнеет и начинается ливень постой мой клон пропал что и не видел мой клон кажется нет как же так должно быть я где-то его потеряла странно видеть здесь школьный я не уйду без него железон должен там находиться помочь тебе найти клон если тебя не затруднит вместе мы точно найдем его быстрее тогда спасибо как он выглядит не слитывая олень на красном шнурке давай разделимся и поищем его спасибо я это очень ценю ну окей чё пойдем пойдем смотреть я думаю что она не особо куда-то уйдет отсюда почему я здесь снова это мусор и старая военная куртка ничего особенного там что то есть но я не могу дотянуться старая выдержка питание вентилятора выключена неясный шум доносится со дна шахты у меня такое ощущение знаете что стоит не попытаться вытащить это рукой и и в общем ничего хорошего не будет флагштоке и таблички барахло используется на школьных собраниях мне кажется что мне нужен вот зонтик скорее всего в коржене лизин зон сайт он до взять он очень предмет замечательный короче поначалу загадки будет относительно легкие может они не только поначалу будет ну суть в том что я могу попробовать достать дело зонтом очень предмет он из белого нефрита в виде олень чё сильно изящный кулон из белого нефрита в форме олень его зачем-то выбросили в шахту вентиляции старая вытяжка вентилятора выключен ну да ничего в этом плане нового здесь не будет хорошо хорошо полон мы нашли осталось вернуться к нашей девушке и отдать ей собственно этот кулончик твой мать стой женщина еще чтобы ходить должен что ли и женщина стой почему ты спала в окном зале ну меня по это же не знаю еще толку не проснулась короче а найдем кулон можно будет домой хорошо женщины на тебе кулон это твое украшение ты нашел его здорово спасибо где она была в кладовой комнате кажется ты-то выкинул его вентиляцию что как она могла там оказаться ладно неважно главное что нашлось пойдем домой пока не ливанула конечно спасибо что на стол мой кулон пора двигаться дальше блин она может идти быстрее просто она как-то позитно лась могу дождь разошелся не на шутку ну точно я рада что ты разбудил меня иначе бы я провела в школе всю ночь ну точно нам нельзя медлить убежали тогда этот камень здесь уже довольно давно говорят он откололся от небольшого храма на вершине горы на себе он этот пост безопасности у главных ворот похоже даже охранник ушел домой а вот и выход с территории школы я думал что там что-то будет написано но видимо не ей женщины тут уходишь медленно то быстро меня гоняешь что мост обрушился не может быть етить колотить боже настой почему река красная похоже на как будто бы кровь кровь не говори так прости я не подумал чем же дело ладно давай успокоимся и все обдумаем должно ведь быть разумное объяснение почему она красная даже мутная вода не бывает такого цвета кажется я понял выше по реке расположены несколько фабрик похоже они сбрасывают химические отходы в реку под прикрытием тайфуна ты уверен я слышал как люди обсуждали это возможно ты прав проблема в том что без моста нам не перейти на ту сторону по этому мосту каждый день ходят сотни людей его следовало лучше обслуживать вот как по мне нам стоит вернуться в школу ничего нам стоять тут под дождем действительно не волнуйся это просто тайфун в школе достаточно припасов чтоб пересдать бурю хорошо думаю я могу тебе довериться кажется ты надежный человек я просто пытаюсь быть оптимистичным ну что ж пойдем эх я устал и вся промокла что за день просто отдохни возможно нам придется провести тут всю ночь о подожди кажется я так и не поблагодарил тебя за то что ты нашел мой кулон я фан рэй синь староста из класса мэй мисс инь зови меня рэй а ты в каком ты классе значит ты моя староста мисс фан меня зовут вэй чу джун тин вот обойдемся без формальности не становится не по себе займи меня просто рэй обычно мы не ходим здания для староста я слышал что там царит дух соперничества и все готовы волосы на себе рвать ради учебы все не так ужасно многие из нас продолжают заниматься тем чем хотят завидую ты скоро упускаешься тебе не придется видеть гофона каждый день инструктор бай я боюсь его даже полным именем называть ходят слухи что в войну он был безжалостным убийцей не рискнул бы сказать это при нем мы все его побаиваемся мы стараемся по возможности избегать его и и подойди сюда ты что скрываешь ты что связан с коммунистами а прям точь-в-точь получилось у меня аж мурашки по коже да не вывешай нос твой выпускной уже в следующем году эх жизнь это борьба и я знаю чем можно заняться я схожу позвонить с того телефона в офисе директора посмотрим смогу ли с кем-нибудь связаться затем я притащу обогреватель со склада и одеяло из медицинского кабинета до утра нам этого должно хватить отличная идея тебе нужна помощь я справлюсь мисс вам от вам стоит отдохнуть это мужское тело покатика не принимай меня за одну из этих избалованных нежных девушек между прочим я способна больше я способнее большинство парней прости я не это имел ввиду ничего тебе не стоит извиняться я знаю да просто хочешь помочь хорошо а как тебе такое я сделаю звонок а потом мы можем вместе поискать и принесем все что нужно ну короче поищем принесем на да звучит неплохо я буду ждать тебя здесь только поторопись уже темнеет ты уже позвонил не еще нет возвращайся скорее мы сможем начать поиски припасов ну ладно надеюсь когда я вернусь она будет здесь иначе это будет немножко печально какого хрена че за хрень происходит так окей куда вашу мать исчез мой герой его шаги отдавались мягким эхом вызывая нарастающую тревогу реальностью скользала время же оставалось неподвижным в горле вставал комок пустота начала поглощать меня какого хрена здесь происходит а почему что произошло кажется он не дышит он он мертв но как он только что ведь был в порядке боже мой я только тебя встретила скажи что это просто дурной сон так рей сделай глубокий вдох на сцене лежит блокнот это дневник в и я видела как он просматривал его до этого может быть там будут подсказки о том что тут произошло что же происходит что за кошмар так тихотворение с предсказанием тихотворение с предсказанием из храма законы вселенной использую чтобы колесо повернуть и скрытый путь обнаружить улика ну записки у нас неизменны ладно хорошо слишком темно чтобы что-то разглядеть если на самом деле даже забираться наверх не хочешь или что я не понял мне стоит взять эту свечу с собой она светит мне путь тут ничего нет о я узнаю эту куртку она принадлежит мистер галкао мертвая мышь не удивительно что такой противный запах добавлен журнал заметка книжный клуб записка с обсуждением и я слышал учитель открыл клуб для студентов и читает запрещенную литературу серьезно я думал что книжный клуб для учебы раньше я восхищалась знаменами думала что работы круче не придумаешь теперь я хочу просто оставить все по сати ведро заполнено мусором так ладно то что с чуваком что-то случилось это нихрена не круто нам походу в любом случае придется что-то с этим делать не выйдет не выйдет блин надо с этим что-то сделать ля-ля-ля-ля-ля-ля я хочу проснуться от этого кошмара дверь спирта так именно себя мы конечно же одеть его не может за у хрена здесь происходит вот здесь это могила надгробные надписи стерлись да это построили святилище здесь поклоняются божествам я узнаю ни одного из них кроме бога земли что это возле курильницы ключ от актового зала под ключом лежит записка что это все на встреча с неприкаянным найден святилище похоже эта страница из детской книжки не пугайся если и столкнешься с неприкаянным просто задержи дыхание и быстренько иди прочь мать тропа вниз исчезла ну пошел и короче понятно но все-таки не может задерживать дыхание на очень долгое время и чуваку видать уже не помочь ну кстати вот эти вот суки реально попугивают ну по крайней мере стремают не попугивают им то ладно я слышу звонок телефон телефона вся дверь заколочена одинокий нарцисс нарциссы умирают не уже неужели никто не заботится о них ты можешь звонить всякое время может быть и смогу позвать на помощь шкаф заставленный книгами об истории лидерстве и войне если я правильно помню директор школы тоже ветеран войны звуки напоминают мне какой-то сайлент хилл честно говоря живопись гроу ухо это место недалеко от школы так давайте еще ответим на звонок вы говорил что хотел связаться с городскими может быть они пытаются перезвонить алло это ученицы старшей школы греновы тут погиб человек пожалуйста пришлите помощь алло меня кто-нибудь слышит фан я жду тебя в кабинете психолога что кто это черт возьми что происходит это был откуда он узнал мое имя кабинет психолога на третьем этаже блин сука это алтарь для молитвы хранить прогресс на картотек разве она не должна быть заперта список наблюдаемых для чего он папка оказалась пустой так я так понимаю что в этой игре можно умереть и это вполне реально и короче говоря единственный способ выжить это использовать эти алтари скорее всего потому что я не писаю нового способа ну как бы да вот такие дела ладно сейчас посмотрим что нас ждет на втором этаже на первом этаже мы уже знаем что нас в принципе может ждать механизм управляющий дверью что я не знаю не знакома с его устройством может пораниться короче она целый год мы постоянно таскали вещи из этого кабинета туда сюда неприятные воспоминания ну может быть комната мистера гао что это на двери похоже что нарисована на двери кучу даусских символов это странно она не заперта но я не могу ее открыть эссе которое написало на втором году обучения когда они последний раз обновили эту сводку ну да странный кодовый замок его не открыть пока я не пойму как читать эти странные символы ну и то верно а собственно в чем разница идти по лево или по право а ну я понял в чем разница есть вероятность того что например там в принципе нету части сторон хотя мы почти окончили обучение мы ничего не знаем о нашем директе как будто он приходит в школу в маске табличка кабинет директора вся стена в доске в защитных символах заколочена ничего не видно наш класс в котором мы только что были дверь наглухо заколочена решетка обмотана колючей проволокой думаю ее можно чем нибудь обрезать просто к чем когда и как на листке написано умер молодым это классная комната вэя теперь ты совсем одна написал это вместо вэя какая-то надпись на парте направь свои крылья в берегу безбережное небо так нет перед тем как я туда пойду я хочу еще почитать вот это листовка инструктора бая добавлено в журнал ооо азартные игры запрещены школа запрещает любые виды азартных игр тех кто кого ловится по личным медленно исключают все дела я же разговаривала с вэем совсем недавно что могло с ним случиться не заметила что как бы со школы тоже что-то случилось нет хуалет раньше я могла здесь привести себя в порядок но теперь от этого места у меня только мурашки что это тут есть полоскогубцы эм на зеркале ну ладно новые плоскогубцы моя глава какая боль и вид у меня ужасный как бы мог так умереть я в опасности белый олень прошу скажи что мне снится кошмар забыла или просто боишься вспомнить что кто это был закрыто не думаю что там кто то есть дверь открыта дверь покрыта пятнами это что плесень отвратительно почему здесь так противно пахнет гнилью я не хочу это открывать вся раковина в темно-красных пятнах что-то застряло в трубе откуда здесь игральный кубик получен предмет игральный кубик потертый кубик запрещен в школе как контрабандный товар садовые плоскогубцы ими можно порезать стягивать и скручивать путь завален каким-то мусором похоже на сломанные парты и стулья из кабинетов украшаем чёрт вот эта штука стягает мама не горюй Вот реально она меня прям стебает Жестко Сука, звук вообще прям Сейчас обрежем Мать твою, какая Блин, у нее вообще такой отвратительный Звук, вот реально прям вот Жесть Это кровь Сука, аж передергивает Материально, ребят, ну, блин Не знаю, как вас, конечно На весь класс только одна парта И стул, они навещают Навивают ощущение одиночества Хм, на столе вырезаны какие-то метки Похоже, это символы Но их едва видно Реально, не получится Блин, это муразота, короче, реально Не знаю, меня от нее передергивает Не принимаю Чтобы здесь были стальные прутья Видимо, мне придется искать обходной путь Сука, она реально такая стебная Жесть Так Ну, я понял, что там, где есть даотские символы Это дура быть не может Это хорошо С другой стороны, мне это не так уж сильно помогает Медкабинет Допустим На полу записка Добавлен в журнал Подношение пищи Найден в коридоре лечебницы Возле Возложи подношение в честь неприкаянных Затем задержи дыхание И сразу уходи Металтарь для молитвы Конечно, сохранить прогресс Так Таблица Неллина для проверки Страты зрения Если я правильно помню Можно Что-то там Включить по цвету Ага Подношение пищи На столе лежат какие-то документы Записки о пациентах Каким образом Ученик мог получить такие раны Дата 20 апреля Хьян Мингчун Возраст 18 Полумужское состояние В правой руке Раздоблена кость Сломано левое запястье Дверь заперта с другой стороны Так Склад медицинских припасов Закрыто Думаю, ключ должен быть у фельдшера Да Вот только Где этот ключ Можно найти Хрен его Так Кто знает Потому что здесь Я ничего не вижу А, вон он Смотрите В углу видна тень Поднять доску Очень включает Склады Препаратов Вот Вот оно Как работает Так Иди нафиг Отсюда Нефиг Меня пугать Изображениями На окна Встань от меня А Фуф Оно дается Постоянно Так Ладно Еще раз Суть я понял Мне сейчас Жопу натирут Такая Муразотная Тварь Вообще Честное слово Открыто Замечательно Аварийный душ И раковина Для промывания Глаз В резервуаре С водой Что-то есть Очередная Игральная кость Тярярярянь Тярярянь Дова кубика Я часто Меня с этими Игральными костями Поймают И мне Жопу натируют Из-за того Что я использую Предмет Которые запрещены В школе Из металлической Коробки Доносится Резкий запах Это Растворитель Для краски Он крут Растворитель Замечательно Два кубика из одного комплекта Хорошо Вещество для смывания краски От него исходит едкий запах Здесь ничего нет интересного Здесь кто-то был Пол мокрый Я думаю, что пол на самом деле в крови, а не мокрый Ну да ладно Открываю дверь Теперь сюда можно зайти Наконец-то мы можем обойти эту дуру Берем на всякий случай эту фигню Да И сохраняемся Я думаю, что для начала в принципе все Если вам эта игра понравилась И если вам хочется увидеть продолжение Ставьте лайки и ради бога я сделаю продолжение Я пойму таким образом, что вам действительно интересно смотреть Что же здесь происходит Интересно следить за историей этой игры Ну а мне будет интересно вам ее показывать В этом случае Поэтому все зависит, друзья мои, от вас Всем спасибо, всем удачи и пока-пока С вами был, как всегда, дезертир Спасибо за внимание Продолжение следует...